Диктатор Да, не все мы вернемся домой Но в минуты потерь и отчаяния На устах гробовой тишины Метроном в минутах молчания Я останусь глазами войны Черно-белые хроники ленты Для тебя, дорогая страна На века я снимал документы, чтобы не повторилась война Эту хронику не забывайте Я за правду погиб на войне Аппарат мой другим передайте Вспоминайте, прошу обо мне Жизнь прожить не успел Но солдатом я сумел все на пленку заснять 25 было мне в 45-м А сейчас 95-м В годы Великой Отечественной войны Борьба за свободу и независимость нашей Родины Стала главным содержанием жизни советских людей Эта борьба требовала от них Предельного напряжения духовных и физических сил В годы войны больше, чем в мирных условиях Стало значение разных видов кино На первое место выдвинулась кинохроника Как самый оперативный вид кино Широкий разворот документальных съемок Оперативный выпуск на экран Киножурналов, тематических фильмов Кинодокументов Иным, чем до войны, но по-прежнему Могучим средством идейного воспитания масс Стала художественная кинематография Мастера этого жанра Стремились рассказать о героях фронта и тыла так Чтобы их подвиги вдохновили на новые героические дела Тысячи и десятки тысяч солдат, офицеров, партизан, дружеников тыла И сегодня в наш юбилейный фестиваль «Голос мужества» Которому мы дали название «Кинолента Победы» Мы вспомним о тех, кто с экранов наших телевизоров Неустанно повторяет о чудовищности войны О той скорби и боли, которую пережил человек Передавая нам завет о великих героях Которых мы не имеем права забыть Наш фестиваль мы откроем минутой молчания В память о героях Великой Отечественной войны В память о героях В память о героях Ульчугачев Александр От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей, травой Только грозная доблесть Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещан не одним Мы в труди храним Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий у рядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни сбудить, свернуть От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей, травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним С осени 1941 года Характер изображения войны Во фронтовых кинорепортажах Начинает медленно изменяться Поначалу киносюжеты фронтовых операторов Напоминали по своему стилю Военные сводки Однако постепенно всеявственнее Ощущалось стремление дать Не только подробную информацию Но и попытаться осмыслить героическую Эпопею Великой Отечественной войны На глазах кинооператоров Изменялся внешний облик Москвы Исчезали под штабелями мешков с песком Зеркальные витрины магазинов и ресторанов Одевались в пестрый камуфлированный наряд Корпуса заводов и правительственных зданий Все меньше становилось на улицах Прохожих и машин Ночами шли на передовую войска Грохотали танки В первые дни войны На экранах вновь появились кадры Из широко известных фильмов Уходили под лед тевтонские рыцари В дыму и разрывах двигались Петровские полки Штормовали крепости суворовские чудо-богатыри Сходились в рукопашный С врагами бойцы легендарной Щерсовской дивизии Для вас поет Трио «Зеленая карета» Разлучила нас война Плачет белая береза У заветного окна Разлучила нас не время Разлучила нас война Разлучила нас не время Разлучила нас война Закружила Закружила Разбросила И судьба На всех одна Время доброе Венчало Разлучила нас война Время доброе Венчало Разлучила нас война В сердце стонет В сердце плачет Там обида Там вина Все могло бы быть иначе Разлучила нас война Все могло бы быть иначе Разлучила нас война Разлучила нас война Разлучила нас война Вот тогда-то За победу Выпьем горького вина Выпьем горького вина За любовь и за победу Чтоб быстрей пришла она За любовь и за победу Выпьем горького вина Закружила Очень белая береза У заветного окна Разлучила нас не время Разлучила нас война Разлучила нас не время Разлучила нас война В начале 1942 года вышел на экраны большой документальный фильм Разгром немецко-фашистских войск под Москвой Режиссеры Варламова и Копалин Фильм рассказывал о наступательной операции советских войск под Москвой В декабре 1941-го, январе 1942-го Сыгравший огромную роль в ходе всей мировой войны Фильм Разгром немецко-фашистских войск под Москвой Был первым полнометражным фильмом о нашей крупной победе Водушевлявший армию и тыл Экран показывал первые значительные трофеи советских войск Первые разгромленные дивизии врага Первые гитлеровские кладбища Освобождение первых сел и городов И поэтому неудивительно, что картина до настоящего времени Осталась волнующим документальным свидетельством той эпохи Уинстон Черчилль в личном и секретном послании Иосифу Сталину от 28 марта 1943 года отметил «Вчера вечером я видел фильм «Разгром» Он прямо-таки грандиозен и производит самые волнующие впечатления на наш народ» Конец цитаты Для вас поет Шалагин Олег Мост Над убитой землей чуть занялся серый рассвет Над свинцовой рекой монолит обреченного моста И уже никого не тревожит прожектор свет Караулы снимать научились мы тихо и просто Чуть поодаль, в траве под шинелью, лежит инженер Он дрожит у него на мосту, что-то с нервами стало Он кромсал караул топором на мясницкий манер С инженером такого ни разу еще не бывало Он тяжелые мины укладывал словно цветы Луговые цветы на могилу к последнему сыну До войны он мечтал только строить и строить мосты До войны он задумал и вырастил эту махину Через пару минут эшелон поползет через мост Через пару минут гансы станут завидовать мертвым Мы играли в войнушку, теперь это будет серьез Через пару минут мы устроим горячий прием им Что-то встал инженер, что он делает? Надо лежать И как пьяный, шатаясь, к треклятому мосту плетется Стой, не смей, что за плаш, не за грош умирать И кто знает его, или как это в песне поется Но не слышит, идет, как ночной мотылек на свечу Мне же от адской машины нельзя ни на миг отлучиться Я же знаю, что он не продаст, но смотреть не хочу Зашептало предчувствие, будто плохое случится Он как будто взошел на Голгофу, подобно Христу Я не верю глазам, я мазки призываю к порядку Я секунды считаю, уже паровоз на мосту Что мне делать? Прощай, инженер, я рванул рукоятку Я секунды считаю. Уже паровоз на мосту. Что мне делать? Прощай, инженер. Я рванул. Рукоятку. С подлинной глубиной и силой Отечественная война предстала на документальном экране в Ленинградском кинорепортаже. Это были кадры не каких-то исключительных особых событий, а повседневная жизнь Ленинграда. Ленинградские документалисты создали самую сильную, достоверную, самую впечатляющую страницу кинолетописи Великой Отечественной войны. Не потому, что они владели каким-то особым мастерством. Жизнь осажденного города разворачивалась у них на глазах. И они считали своим долгом перед страной рассказать правду. Рассматривали свои съемки как суровый обвинительный документ фашизму. На материале ленинградского кинорепортажа в 1942 году был смонтирован фильм «Ленинград в борьбе». Фильм показал всему миру несгибаемое мужество и стойкость защитников и жителей города на Неве. Великие испытания ленинградцев, взрослых и детей. Их бессмертный подвиг. Фильм произвел шоковое впечатление на мировую общественность. Был показан на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников в числе документов, предъявленных обвинением. Советскому зрителю осталось практически неизвестным, так как был быстро снят с экрана и повторно не выпускался. Для вас поет Лев Гонза, Мила Адамова, «Мы эхо». Аплодисменты 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 Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Примеров тому множество. Взять хотя бы случай с Семеном Стояновским. Собираясь вместе, фронтовые операторы всякий раз особенно тепло вспоминали об этом удивительном человеке. Он был любимцем всей киногруппы 3-го Украинского фронта. Всегда что-то придумывал, бывал на самых опасных участках боев рядом с солдатами и шел куда бы то ни было ради удачно снятого кадра. Особенно упорной была оборона немцев в Вене. Мы снимали разгром вражеских танковых дивизий, ход уличных боев, страшные разрушения. Вдруг рядом с нами разорвался снаряд. Сильно ранило меня, взрывной волной отбросило Семена. Когда его тоже раненого вытащили из огня, он, истекая кровью, шептал «Аппарат! Сохраните аппарат! Не засветите пленку! Передайте в политуправление!» Нас обоих отправили в госпиталь, а через два дня объявили о прекращении военных действий на нашем фронте. Но Семену уже не суждено было испытать радости. Получив 24 ранения, он умер. Никак не пытались спасти его лучшие врачи. Александр Шевуля, Алексей Мамонтов, баллада о кинооператоре. Его любил весь батальон. Он средь солдат служил солдатам, хотя и был вооружен всего лишь киноаппаратом. Когда мы шли вдоль шоных стел, и ночь пылала фронтовая, Он с кинокамерой ушел, от нас нигде не отставая. Он с кинокамерой ушел, от нас нигде не отставая. То залегал за полуны, то на ходу снимал с колена. Снимал он трудный быт войны, и смерть, и жизнь одновременно. Снимал он танки у дорог, горелый лес, оживший в мае. И догадаться сам не мог, что он историю снимает. Он приподняться не сумел, сраженный в грудь осколком мины. Но все равно отснять успел, последний кадр своей картины. Но все равно отснять успел, последний кадр своей картины. В 1943 году отряд фронтовых операторов пополнился алматинцами. Среди которых был Михаил Сегаль, Владимир Мас и Виктор Муромцев. Виктора сразу полюбили заживость характера и остроумие. И признали асом съемок, которые он вел преимущественно в партизанских отрядах. С ним у Смирнова связан эпизод, который нужно отнести к гурьезам войны. Дело было на Волховском фронте. Чтобы снять артиллеристов во время стрельбы для киножурнала «Новости дня», операторы обратились к командиру артиллерийской бригады. Но тот наотрез отказался тратить по пустякам боевые запасы. Обратились к командующему армии. И тот дал указание помочь кинокроникерам. «Нам предоставили, рассказывал Яков Константинович, целую артиллерийскую бригаду в 36 тяжелых орудий. И вот все они одновременно дали залп. Мы, конечно, с Виктором обрадовались, снимаем. Но что тут стало твориться у немцев? Оказывается, на станции «Порховно», куда был направлен огонь, они сосредоточили огромное количество боеприпасов, авиационных складов, эшелоны снаряжения. И все это вмиг запылало, раздались взрывы. В считанные минуты был уничтожен важнейший стратегический объект врага. На утро наши части пошли в наступление и взяли станцию. А командир артиллерийской бригады, тот самый, который отказал нам вначале, получил за это звание Героя Советского Союза. Для вас выступает студия-гитарист, руководитель Ирина Пенина. Вертикаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всего в годы войны было 258 фронтовых операторов, многие из которых погибли в войну. Почти каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, каждый четвертый убит. Снимая оператор не был сторонним наблюдателем. Из фронтового дневника Николая Киселева. 25 апреля. Снимал штурм Берлина. Только изготовился к съемке Вижу, к передовой идет немецкий мальчик с пустым ведром Просит немножко воды для больной матери Отдали всю, хотя в Берлине с водой очень плохо Попросили мальчика проводить поближе к передовой Через сгоревший магазин он провел нас вплотную к баррикаде Никогда еще с такого близкого расстояния Не снимал остервенелого вооруженного врага 26 апреля Снимал обстрел в центре Берлина Во время съемки в гаубицу крупного калибра попала вражеская мина С горечью в душе снял убитых артиллеристов 3 мая Съемки у Брандербургских ворот Всеобщее ликование Встретили американских кинооператоров Снимал опознанный труп Геббельса Песня «Темная ночь» Исполняет Алексей Саватеев Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайку Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Глубами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная черная степь Пролегла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались В степени Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня ждешь Ты у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Ничего не случится Ничего не случится Ну и конечно Как не вспомнить Мастеров художественного кино Боевой киносборник номер один Который вышел уже в июле 1941 года Открывался репликой Максима Из выборгской стороны Дела неважные Немцы наступают 12 выпусков боевых киносборников Выполнили свое агит-задание Работая на плохо оснащенных В то время студиях Алма-Аты, Ташкента и Душанбе Кинематографисты вынуждены были Не только преодолевать Многие технические трудности Но главное Обязаны были постигать Новый жизненный материал Искать такие образные решения Которые вскрывали бы Общенародный характер борьбы Большую роль В развитии киноискусства Начиная с первых военных лет Сыграла театральная драматургия Корничука, Симонова, Леонова По их пьесам «Партизаны в степях Украины», «Фронт», «Парень из нашего города», «Русские люди», «Нашествия» были поставлены фильмы Перенесенные драмы со сцены на экран сопровождались обычными художественными трудностями Но и не только ими В логической цепи война, горе, страдания, ненависть, месть и победа Трудно вычеркнуть большое слово «страдания», писал Леонов Художники понимали, какие жестокие картины жизни освещает их кино Для вас прозвучит песня «Зинка» в исполнении Елены Сафроновой «Зинка» в исполнении Елены Сафроновой Мы легли у разбитой ели Ждем, когда же начнет светлеть Под шинелью вдвоем теплее На продрогшей сырой земле Отогрелись мы еле-еле Вдруг приказ выступать вперед Снова рядом в сырой шинели Светлокосый Солдат идет Знаешь, июлька, я против грусти Но сегодня она не в счет Дома в яблочном захолустье Мама, мамка моя, живет У тебя есть друзья, любимый У меня лишь она одна Пахнет в хате квашней дымом За порогом бурлит весна Старый, кажется, каждый густик Беспокойную точку ждет Знаешь, июлька, я против грусти Но сегодня она не в счет Финка нас повела в атаку Мы пробились по черной ржи По воронкам, по буеракам Через смертные рубежи Мы не ждали подсмертной славы Мы хотели со славой жить Почему же в битах кровавых Светлокосый солдат лежит Знаешь, Зинка, я против грусти Но сегодня она не в счет Дома в яблочном захолустье Мама, мамка твоя живет У меня есть друзья любимые У нее ты была одна Пахнет в хате квашней дымом На пороге бурлит весна И старушка в цветастом платье У якобы свечу зажгла Я не знаю, как написать ей Чтоб она тебя не ждала Великая Отечественная война Открыла взор у художника Росцепи материала Который таил огромные нравственные Эстетические богатства Массовый героизм людей Дал искусству как человековедению Столько, что начатое в те годы Галерея народных характеров Все время пополняется Новыми и новыми фигурами За годы Великой Отечественной войны Вышло более 150 художественных фильмов Многие из фильмов, снятых во время войны Забыты А некоторые мы смотрим по сей день Фильм Ивана Пырьева Свинарка и пастух Вышедший в 1941 году Парень из нашего города Который Александр Столпер И Борис Иванов сняли по пьесе Константина Симонова Примечательен этот фильм еще и тем Что в нем впервые прозвучали Знаменитые строки стихотворения Симонова Жди меня Два бойца 1943 год Фильм Она защищает родину 1943 Ну и конечно же Очень полюбившийся советским людям Во время войны Фильм Ивана Пырьева В шесть часов вечера После войны 1944 год Война еще шла А на экране прогремел салют В честь победы Это был сладкий сон для всей страны Фильм стал лидером проката 1944 года И собрал 26 миллионов зрителей Иванов Владимир «Нас не нужно жалеть» Нас не нужно жалеть Ведь мы б никого не жалели Мы пред нашим комбатом Как пред Господом Богом чисты На живых порыжели От крови и глины От крови и глины шинели На могилах у мертвых Рассвели голубые цветы Рассвели и опали Проходится осень и осень Наши матери Наши матери плачут А ровесники Молча грустят Мы не знали любви Не изведали счастья ремесел Нам досталась на долю Нелегкая участь солдат Это наша судьба Это с ней мы ругались и пели Поднимались в атаку И рвали над пугом мосты Нас не нужно жалеть Ведь мы б никого не жалели Мы пред нашей Россией И в трудное время чисты Нас не нужно жалеть Спасибо Вторая мировая война Привела к колоссальным разрушениям И вергла многие страны Европы и Азии В экономический и социальный кризис После нее остались руины городов Тысячи братских могил Миллионы изувеченных судеб Нет ни одной семьи в нашей огромной стране Которую бы не задела Великая Отечественная война Но несмотря на это Страна продолжала снимать кино о подвигах своих героев Первым цветным фильмом Снятым на многослойную цветную пленку Стал фильм о Параде Победы 1945 года Своеобразное развитие в цвете В последнее время получили уже известные Советские киноленты Снятые в черно-белых тонах В бой идут одни старики 17 мгновений весны С помощью компьютерных технологий Они были раскрашены Публика неоднозначно Встретила нововведения Так как варианты фильма в цвете Не имеют существенных преимуществ Перед оригиналами Напротив В современных фильмах О Великой Отечественной войне Часто намеренно приглушают Цветность Песня о Зоре здесь тихие В исполнении Орловой Анны Орловой Анны Орловой Анны Орловой Анны Зори здесь тихие Зори здесь ясные Воздух холодный, сырой Небо бездонное В звездах усыпано Призрачный мир и покой Редкий туман Редкий туман Понемногу сгущается Мир не подвластный врагам Пятеро девушек в лес Собираются Вдаль к неизвестным местам О Зоре здесь тихие Зори здесь ясные Воздух холодный, сырой Небо бездонное В звездах усыпано Призрачный мир и покой Думы, услуги, надежды растаяли Сны, как ночной оберег В этой деревне Собаки не лаяли Краток последний ночлег А Зори здесь тихие Зори здесь ясные Воздух холодный, сырой Небо бездонное В звездах усыпано Призрачный мир и покой Ночь отступали Кончается пятиться Боком в болотной воде Нет ни тревоги в душе Нет сумятицы Мысли тревожные где? А Зори здесь тихие Жизнь обрывается И устремляется прочь На дальнем разъезде Тихо кончается Краткая летняя ночь На дальнем разъезде Ночь Героям этих страшных событий И сегодня давайте Вспомним самые теплые И значимые Те, которые Как святую правду О наших отцах Дедах И прадедах Мы передаем нашим детям И завещаем им передать своим На подступах к Сталинграду Обескровленные Измотанные советские войска Ведут тяжелые оборонительные бои Неся огромные потери Четыре дня стояли На смерть солдаты Стрельцов Лопахин Звягинцев Люди мирных профессий Которых война заставила Надеть шинели И твердо увековечила В памяти Ведь они Сражались за Родину Юрий Владимирович Никулин Сомневался Принять ли ему Участие в фильме Тогда Сергей Бондарчук Сказал Что фильм снимается К тридцатилетию победы И сняться в этом фильме Их долг Как бывших фронтовиков Этот фильм Стал последним в жизни Василия Макаровича Шукшина Великий актер Режиссер Писатель Сценарист Умер в конце съемок фильма Они сражались За Родину Барт-клуб Зеленая карета Исполнит Песню Ветераны Аплодисменты 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 Песня Аплодисменты Аплодисменты Песня Вем Песня Вем Аплодисменты Аплодисменты Продолжение из-за маленького роста его не взяли в летное училище. Но любовь к людям этой героической профессии продолжала жить днем постоянно. После того, как в начале 70-х Быков перебрался из Ленинграда в Киев, он решил свой первый фильм на местной киностудии снять, именно про военных летчиков, в соавторстве с двумя сценаристами Евгением Анаприенко и Александром Сацким. Им был написан сценарий, основанный на подлинных событиях времен Великой Отечественной войны. В частности, под личностью командира эскадрильи гвардии лейтенанта Титаренко, он же маэстро, скрывался герой Советского Союза, парень с Арбата Виталий Попков. В годы войны он служил в легендарном 5-м гвардейском истребительном авиационном полку под командованием Василия Сталина. Его эскадрилья была прозвана «Пающий» за то, что в ней имелся собственный хор, а два самолета были подарены фронту оркестром Утесова, и на одном красовалась надпись «Веселые ребята». На широкий экран фильм вышел 12 августа 1974 года, и уже к концу года собрал на своих сеансах 44 миллиона 300 тысяч зрителей, что явилось большой неожиданностью. К тому времени фильмы о Великой Отечественной войне такой кассы практически не собирали. Всеми любимую песню из этого фильма исполняет казачий ансамбль «Люба». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Асмуглянка, молдаванка Отвечала парню Влад Партизанский, молдаванский Собираем мы отряд Нынче рано партизаны Дом покинули родной Ждет себя дорога Партизанам в грязь пустой Аплодисменты 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 Мы расстанемся с тобой, что в день он не раздумал, Пусть я, дорогая, пусть я принесу. Суглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла, В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О суглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Краску с пудрявым, трёх зелёный весной, Краску и память, мой хороший, мой одной, Тёх зелёный, краску с пудрявым, трёх зелёный весной. Субтитры создавал DimaTorzok Множество киноактеров, снявшихся в исторических кинолентах о победе, были участниками Великой Отечественной войны. И вот некоторые из них. Сергей Бондарчук. Ушел на войну в 1941 году и демобилизовался только в 1946. Прошел войну без серьезных ранений. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Леонид Гайдай. Начал войну в 1942 году в Монголии. Позже служил в разведке, ходил за линию фронта, был тяжело ранен и чудом не лишился ноги. Синовий Герт. Старший лейтенант, сапер. В 1942 году был тяжело ранен. Перенес 11 операций. В результате чего нога стала короче на 8 сантиметров. Награжден Орденом Красной Звезды. Петр Глебов. Григорий Мерехов из Тихого Дона. Гвардии сержант. Командир сенитного орудия. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. Красной Звезды и медалями за победу над Германией и за оборону Москвы. Николай Гринько. Папа Карло из приключений Буратино. Снимался в очень многих фильмах. Стрелок-радист на бомбардировщике. Старший сержант. Награжден медалью за боевые заслуги. Павел Успекаев. Знаменитый Верещагин из Белого Солнца пустыни. В 16 лет пошел в партизаны. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Был тяжело ранен. Награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны». Юрий Никулин. Великий клоун и комик. Старший сержант. Служил с 1939 года. Прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Сининчик. Был дважды ранен. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Анатолий Попанов. Замечательно играл как серьезные, так и комические роли. Старший сержант. Ушел на фронт в первые дни войны. Командовал зенитной батареей. Под Харьковом был тяжело ранен. Награжден Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени и медалями. Михаил Пуговкин. Служил в разведке полка. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью за победу над Германией. Иннокентий Смоктуновский. Старший сержант. Командовал ротой автоматчиков на Курской дуге. Освобождал Киев. Войну закончил в Берлине. Награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. Двумя медалями за отвагу и медалью за победу над Германией. Владимир Этуш. Незабываемый товарищ Сааков из Кавказской пленницы. Старший лейтенант. Помощник начальника штаба полка. Был тяжело ранен. Стал инвалидом 2-й группы. Награжден Орденами Отечественной войны 1-й степени, Орденом Красной Звезды, медалями за оборону Москвы, за оборону Кавказа и за победу над Германией. Георгий Юматов. Начал войну в 1942 году юнгой на торпедном катере. Потом стал рулевым. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Ушакова, медалями за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над Германией. Маслаков Алексей. Бери шинель. Мы с тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты, С войной покончили мы счеты, Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, Пришел конец ей самой. Четыре года мать без сына, 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 Бери шинель, пошли домой. К зарегу наших улиц Опять-опять, товарищ мой Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись Скворцы пропавшие вернулись В пешене пошли домой А ты с закрытыми очами Спишь под фанерною звездой Вставай, вставай, однополычанин Вставай, вставай, однополычанин Вставай, вставай, однополычанин Бери шинель, пошли домой Что я скажу твоим домашним Как встану я перед тобой Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Неужто клясться днем вчерашним Бери шинель, пошли домой Мы все болитые шальные дети И генерал, и рядовой Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой Опять весна на белом свете Бери шинель, пошли домой Спасибо Это, конечно же, совсем не полный список знаменитых актеров, участников боевых действий Великой Отечественной И, конечно же, те фильмы, о которых мы сегодня вспомнили, это лишь малая часть достояния нашей большой истории При подготовке сценария для нашего юбилейного фестиваля Большая часть событий, связанных с киноискусством, осталась, как говорится, за кадром Но каждый из нас, без сомнения, не дает угаснуть огню нашей истории И не позволит быть забытыми подвиги наших бессмертных героев Субтитры подогнали Симон Для награждения дипломами участников на сцену приглашается председатель Городского Совета Депутатов Ольга Владимировна Путинцева Дорогие друзья, разрешите поздравить всех нас с этим юбилейным деньгом Десятым фестивалем «Голос мужества» Фестиваль набирает опороты не только по количеству, но и по качеству исполнения Фестивалю желаем долгих и долгих лет жизни А участникам дальнейших творческих успехов и профессионализма Разрешите выразить огромную благодарность организаторам этого фестиваля Жюри, участникам и, конечно, вам, дорогие зрители Желаем всем здоровья, успехов, избыточности всех ваших меч Спасибо Дипломы участников юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году российского кино, вручаются Должикову Николаю АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Дмитрию АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Дмитрию Немчинову Александру Участникам клуба бардовской песни «Зеленая карета» Шиколе Ларисе, Фролову Дмитрию, Роговому Сергею Гору регионально-технического колледжа «Молодежь земли Алан-Хо» Диплом получает солист хора Аконосов Кэскил АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Ансамблю Светлинского индустриального техникума Диплом получает руководитель ансамбля Бенигина Матрёна АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Ученикам православной гимназии Диплом получает педагог дополнительного образования Иванов Игорь АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Для вручения специальных призов юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году российского кино, на сцену приглашается руководитель исполкома Политсовета Мирненского отделения политической партии «Единая Россия» Белова Нина Алексеевна. АПЛОДИСМЕНТОМ Ященко Организаторов За то, что такие фестивали проводятся в нашем городе. Они помогают нам не забыть те страшные дни, тех людей, которые участвовали в военных действиях. Они напоминают нам, что нам нужно заботиться о ветеранах, говорить о них, встречаться с молодежью. Наверное, уроки мужества, которые проводятся в школах, но и голос мужества помогают лучше понять те страдания, испытания, которые приходятся на долю солдат. Спасибо вам огромное, что я думаю, что наше молодое поколение больше узнает о тех военных действиях, которые проходили, о войне услышат и будут помнить и не допустят повторения войны. Спасибо вам огромное, ветераны, за то, что вы участвуете в наших мероприятиях. Спасибо организаторам, спасибо молодежи, потому что сегодня и школьники, и старшее поколение все участвовали в фестивале проекта «Голос мужества». Спасибо вам огромное. Специальный приз юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества» вручается Орловой Анне. Это за исполнение авторской песни, да? Кудериной Татьяне. Также для вручения специальных призов на сцену приглашается первый секретарь Мирненского горкома Коммунистической партии Российской Федерации, депутат районного совета депутатов Кузнецов Андрей Владимирович. Добрый день, уважаемые участники фестиваля, уважаемые гости. На самом деле хочется поздравить всех с юбилейным фестивалем, пожелать крепкого-крепкого здоровья. Этот специальный приз на самом деле приготовлен этому творческому коллективу, который состоит из 20 молодых людей. Эти гитаристы, 10 девушек, 10 юношей, которые сегодня просто затмили зал своим мастерством, искусством, и особенно песней, о истории которой мало кто знает. Можно пригласить преподавателя вашего? Да, конечно. Студия-гитарист, городоудачный руководитель Пенина Ирина. Я попрошу вас озвучить историю той песни, которую вы сегодня исполнили. Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилейным мероприятием, прекрасным конкурсом «Голос мужества». Песню «Вершина» из кинофильма «Вертикаль» сочинил Владимир Высоцкий. С годами эта песня стала как бы гимном альпинистов, но мы, поинтересовались этой песней, и выяснилось, что эта песня была написана Владимиром Высоцким в память о страшной войне на Кавказе, когда в предвоенные годы лучшие скалолазы, альпинисты, немцы, фашисты приезжали к нам в гости, изучали Кавказ. Когда во время войны в один день были выселены целые народы с Кавказа, чтобы не были они проводниками для немцев, немцы рвались в Баку. Баку это был единственный источник нефти, Каспийское море, единственная трасса иранской нефти для наших танков и самолетов. И в горах защищали наши горы, наш Кавказ. Ребята сравнены, сколько их там погибло, сколько их там лежит. Давайте еще раз будем помнить. В сентябре 2015 года ветераны той войны и молодые альпинисты проходили по тому маршруту. В этом году была, как никогда, солнечная погода. И вдруг они на своем пути начинали замечать темные силуэты. Это были остатки от шинель. Это были останки от тех, все, что осталось от этих героев. Они не могли найти имена в этих расслевшихся телах. Но когда спустились с гор, они решили на следующий год еще раз подняться и спустить всех, кого найдут. Думаю, что в ближайшее время мы услышим имена тех героев, кто остались там. Не вернулись с того боя. С праздником вас, дорогие. А вас хочу поздравить и вручить вот этот спецприз. Это мини-сабвуфер, в который подключается и сотовый телефон, и флешка, и подключается микрофон, и все, что угодно, для того, чтобы вы могли не только петь, но и слышать себя. Поздравляю вас. Приз надежды фестиваля, юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества» вручается Гонзе Льву и Адамовой Людмиле. На самом деле божественный голос. Голос... да, да, правильно похлопали. Хлопайте, хлопайте. Божественный голос в этой девочке. Мы все, наверное, вспомнили прекрасную певицу, которая исполняла эту песню. Анна Герман. Все верно. Анна Герман. Не зря этот приз называется «Надежда фестиваля». Мы хотим на следующий год вас увидеть с новым номером и с вашим услышать ваш божественный голос. Именно в вашем дуэте. Для вручения призов в номинации «Лучшее исполнение военно-патриотической песни» и «Лучшее исполнение авторской песни» юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году российского кино, но на сцену приглашается председатель районного комитета молодежи Алексей Викторович Болотин. Всем добрый вечер. Мне очень приятно присутствовать на этом фестивале, услышать таких замечательных людей, творческих, которые готовы вам донести своими словами, своей музыкой, те чувства, которые переживали с людьми, которые прошли войну. Также было очень приятно увидеть и услышать много полезной новой информации, я думаю, так как много школьников детей присутствует, про наши фильмы, про наш кинематограф, который в войне принимал очень важное участие и донес до нас ту правду, которую сейчас пытаются очень часто исковергать. Спасибо всем участникам, спасибо гостям. Было очень приятно присутствовать на этом фестивале. Приз в номинации «Лучшее исполнение военно-патриотической песни» вручается Саватееву Алексею. Приз в номинации «Лучшее исполнение авторской песни» вручается «Трио «Зеленая карета» Светличной Светлане, Тимьянин к Александру, Тимьянин к Алексею. Вы сказали, что вы поете авторские песни. Вы сегодня исполняли авторскую песню, и у нас есть от районного комитета молодежи, от профсоюза Мирнинского ГОКа. Мы хотим вам еще специальный приз подарить. Сейчас можно вынести. Специальный приз «Трио «Зеленая карета» на сцене ДК «Алмаз». Это беспроводные наушники «Бест Аудио». Я думаю, что они вам помогут в вашем музыкальном начинании. Еще я буквально вчера был в городе Удачном и уезжал туда по работе и участвовал в мероприятиях. И одним из важных этапов этих мероприятий это было вручение благодарствия за общественный вклад в молодежную политику Мирнинского района. И оказалось так, что три человека, я уехал туда, а три человека, которым хотелось получить благодарность, они оказались здесь. Ну и, соответственно, фактически из-за них я сюда вернулся. Вот. И хочу, пожалуйста, пригласить сюда на сцену Чингиза Турбумбекова. За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни и реализации молодежной политики Мирнинского района с пожеланием крепкого здоровья, счастья, благополучия, смелых идей и дальнейших успехов в любых начинаниях. Благодарность представителю районного комитета молодежи. Хочу заметить тем, кому сейчас улучшается благодарность, это люди, которые активно принимают участие не только в творческой, но и в общественной жизни города Удачного. Благодарность вручается Владимиру Рыжову за добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Мирнинского района. И в поле Сулеймановой. Все, спасибо. Для вручения дипломов и памятных призов юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году Российского кино, на сцену приглашается председатель общественной организации Мирнинского районного совета ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, пенсионеров труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Николай Федосович Кулажин. Добрый день. Разрешите мне поздравить с праздником, с Днём Советской Армии, с Днём Отечества. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и всех самых-самых наилучших пожеланий вам. Диплом третьей степени вручается Шалагину Олегу. Диплом второй степени вручается вокальному ансамблю «Люба» Мирнинского городского казачьего общества директор ансамбля «ЕСАУЛ казачьих войск» Земсков Фёдор, художественный руководитель Аксёнов Анатолий. АПЛОДИСМЕНТЫ Диплом первой степени вручается Оль Чугачеву Александру. Я от души поздравляю, и чтоб больше, больше у нас было артистов в городе Мирном. Первая степень, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для вручения главных наград юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году Российского кино, приглашаем на сцену заместителя главы города по социальным вопросам Алексея Николаевича Кузнеченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые мирнинцы, уважаемые участники фестиваля, но это и жители Мирнинского района. Разрешите вас всех поприветствовать от имени главы города мирного Александра Валеновича Басырова. На протяжении уже 10 лет фестиваль проводится с целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, развития жанра авторской песни. В этом году фестиваль проводится в рамках Года кино. Ну и хотелось бы выразить большую благодарность, сказать огромное спасибо организаторам фестиваля, это муниципальное казенное учреждение управления спорта, культуры и молодежной политики, а также режиссерам фестиваля, работникам ДК «Алмаз», выразить отдельную благодарность и спасибо жюри фестиваля. Они отработали первоотборочный тур, 5 часов, в очень упорной, так скажем, битве за своих любимых талантливых артистов. Дипломом лауреата третьей степени юбилейного 10-го открытого фестиваля голос мужества награждается коллектив Мирнинского театра «Сафронова Елена», «Саватеев Алексей» и «Тишков Сергей». Дипломом лауреата второй степени награждается Трио «Зеленая карета» Светличная Светлана, Молчанова Ирина и Харитонова Ирина. Дипломом лауреата первой степени награждается Маслаков Алексей, поселок Айхал. И самый главный приз – гран-при юбилейного 10-го открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного Году российского кино, подборные овации зала вручается Иванову Владимиру. Владимир не так давно, но, наверное, три года назад на нашем фестивале был лауреатом. Ну а сегодня я уже заслужил гран-при. Еще раз ему спасибо. И, Алексей Николаевич, еще один номинант. Это приз зрительских симпатий получает ансамбль «Люба». «Люба». Спасибо! По традиции фестиваля «Голос мужества» на сцене исполняется общая песня. Все участники в сборе, а зал поддерживает своими аплодисментами. Кто знает, подпевает. Победа! Одна нас всех, мы за ценой не постоим. Одна нас всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь светильный, и все виситит он. В сравнении прочь уходит ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Кунской Орла война нас довела, До самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна нас всех, мы за ценой не постоим. Одна нас всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь светильный, и все виситит он. За ней, впрочем, будет ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Спасибо участникам юбилейного, десятого открытого фестиваля «Голос мужества», посвященного году российского кино. Мы желаем всем мирного неба над головой, и пусть вокруг всегда льется песня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!